Надо пристегиваться ремнями и переходить дорогу правильно и смотреть на светофор. Когда автобус тебя, например, на дачу привез, надо обойти сзади его. Нельзя переходить, пока машины не остановятся. И на красный свет водитель не может заметить, что ты будешь икситом. Всегда надо сначала встать на тротуар и посмотреть, либо машина не едет, тогда можно идти. Какой цвет светофора разрешает движение, где можно переходить в проезжую часть и почему перед выходом на дорогу важно убедиться в безопасности такого маневра. Несмотря на юный возраст, первоклашки ответы на вопросы, касающиеся основных правил дорожного движения, знают и хочется верить, соблюдают на практике. Однако повторение, как известно, мать учения. И потому уже традиционно сотрудники госавтоинспекции в начале учебного года проводят целый комплекс специальных мероприятий, направленных на повышение уровня дорожных знаний школьников. В период времени с 1 по 6 сентября во всех учреждениях Брестской области нами объявлена неделя безопасности дорожного движения под девизом «Чтобы дорога стала другом». И в рамках данной недели впервые совместно с кадетскими классами мы будем проводить профилактические мероприятия, в рамках которых, естественно, проводится профилактическая работа. То есть деткам разъясняется, напоминается, а где-то и учат правила дорожного движения, правила безопасного поведения на дороге. И после чего кадеты, ну уже как старшие классы, конечно же, уже пятый класс, получается, учат первый, второй класс правилам дорожного движения, они будут посвящать первоклассников пешеходу. Проведение подобных акций, безусловно, дает хорошие результаты. Дети с интересом участвуют в викторинах и конкурсах, при этом практически моментально запоминают важную информацию. Но хочется отметить тот факт, что в подобных вопросах больше ответственность лежит все-таки на взрослых. И в первую очередь на родителях. Ребенок чаще всего просто копирует поведение мам и пап, а потому положительный личный пример – лучшая мера профилактики дорожно-транспортных происшествий. Тот же совет можно дать и водителям. Дорожная безопасность детей во многом зависит от сознательности, грамотности и вежливости автовладельцев. Несмотря на то, что все учебные заведения города и наше учебное заведение проводят большую работу, мне бы хотелось сегодня обратиться еще и к водителям. Потому что водители на городских улицах – это те же родители. Кто-то из них уже стал родителем, кто-то еще будет в будущем родителем. И хочу к ним обратиться и сказать следующее, чтобы водители помнили, что дети – это наше будущее. И в силу своих возрастных особенностей они еще не могут до конца спрогнозировать ту ситуацию, которую может таить в себе дорога. Поэтому водители должны быть особенно внимательными и обеспечить безопасность нахождения детей на дорогах. По статистике, большинство несчастных случаев происходит из-за невнимательности, спешки, а также невыполнения простых, на первый взгляд, правил. Дорога – это территория повышенной опасности, а значит и отношение к ее законам должно быть как минимум уважительным. Тем более, что от этого зависит человеческое здоровье и жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова